ну все вышло приблизительно как мы так и предполагали и чего ждали понимали что ждет нас тяжелая игра тяжело тяжелая по многим причинам потому что она и первая после сборов и это еще все-таки весна и поля пока не быстрые и не в таком состоянии чтобы играть же футбол как хотелось бы и так все в принципе и вышло в этой игре ну в таких игрок скажу что важно как люди ведут единоборство как они скажем так умеют встречаться с мячом такие предпринимают простые ходы чтобы ну где-то допускать меньше ошибок и не рисковать сильно то есть наверное какой-то имеет место такое упрощение вообще игры я просто хочется мне сказать что я очень благодарен команде футболистам каждому за то что они вот просто сыграли и что они сделали сегодня все правильно и как вознаграждение нам это победа вопросы лео сыграл хорошо отдаю должное и понимаю что он в этой позиции он играет но я бы хотел все-таки чтобы он играл в позиции крайнего нападающего потому что он там играет еще лучше и он как-то той позиции уже начал находить такие такие знаете как бы как стать и моментики которые они присущи уже настоящему большому футболу и это очень важно она может ну давать нам результат так что я думаю что он ну не задержится на этой позиции ну он просто молодец потому что я понимаю сложность его и я видел его состояние как он к этой игре готовится я готовился как насколько выражала все его взгляды все и все его поведение ту то переживание это волнение эту ответственность в первую очередь что как он хотел что ну он не подвел никоим образом но он просто молодец ведь я он мог выйти в конце вполне но я как-то считаю что но даже неправильно из уважения к самому футболисту столь мастеровитому столь опытному столь прошедшему и много много ну вообще уважение эта фигура серьезная и выпускать его на короткое время но я как бы не посчитал не почти не посчитал что это будет правильно хотя ну чисто дебютировать то он конечно мог но я думаю что все игры максима впереди мы на него очень рассчитываем и я знаю что он играет умеет играть футбол и он нам поможет шатких он может сыграть одинаково в верхней четверки наверное на позиции ну как мы называем их крайних нападающих и оттянутого нападающих вот это я думаю в этих трех позициях он может сыграть спокойно справа слева ну понятно это не имеет значения он старался он вышел и скажу что в принципе что требовалось он все сделал и пытался еще там что-то сделать на атаку хотя это немножко надо было чисто тактически возможно сделать по другому но он вышел очень сложный момент когда ну полтава уже старалась где-то и чуть и рисковала старалась все-таки отыграться мы где-то но скажу так чисто стратегически мы допустили чисто стратегическую ошибку в том плане что мы попятились тут надо понимать и это все футболисты в них это должно быть как на уровне инстинкта что в такой ситуации очень важно не пятится и там кучи обороняться это очень важно наоборот все выдавливать отдалять от своих воров вот это наша была такая но стратегическая ошибка как я ее назвал но быстрые атаки сегодня были и старались быстро проходить пространство такими простыми способами и средней длинной передачи и сведения мяча когда группа выбегала сказать что комбинировали не скажешь потому что очень сложно вообще комбинировать когда еще не быстрое поле как мы говорим потому что комбинировать это это нужно но чтобы для этого было быстро мяч ходил вот так я скажу и тогда где-то больше игры в одно касание мы сегодня специально упростили мы понимали что в этом компоненте в этом компоненте как мы наверное ну не на своем уровне сыграли мы можем лучше это я просто уверен но в силу того какая вот какая сегодня была ситуация среда то мы сыграли очень правильно я это сразу сказал потому что это мне бросалось очень в глаза мы сыграли как опытные не не как чайники а как опытная команда балашов наш футболист никто его не исключает никто не ставит на нем крест как говорится там никто не забывает за него просто на данный момент я считаю что мы и я и тренерский вообще клуб мы для него сделали все я честно ряд вот сколько я сделал для балашова я хочу чтоб кто-то нашелся в жизни один человек чтобы сделал столько для моего сына я бы был очень рад что кто-то в жизни сделал столько сколько я сделал например для балашова но не только я это и клуб и тренерский из ну вообще ну то есть него очень много сделано он должен это ценить наверно всю жизнь будет он играть или нет но он если он человек благодарный разумный то он это всегда оценит но мы сделали все что могли и больше а он получается что он сделал мало потому на данный момент он не попадает даже большую обойму футболистов которых ну 18-20 человек его близко здесь нет да я молодым всем сказал что больше такого искусственного подтягивания за уши не будет потому что она не дает не дает нам скажем так эффект никакого ну то есть это не помогает мы подходим очень жестко они тренируются там они там должны быть лучше но я посмотрел как они играли за молодежный состав то мы за них начнем скоро забывать если они так будут играть не только балашова касается вот так вот как они играли за молодежный составе если они так будут играть просто нету вообще предмета разговор претензии балашова там не может быть это скажем так претензий это есть просто оценка его состояние его уровня вообще мастерства готовности по всем компонентам футбола до готовности для решения наших целей он к этому на данный момент не готов но футболе все быстро меняется он может одной игрой перевернуть я думал он завтра вчера когда играли он все попытается перевернуть но я не видел чтобы он стремился это делать а если нет стремления то и видите там вот мы видим даже на на примере на примерах наших молодых футболистов что они талантливы несомненно бог им подарил прилично но они уже сейчас даже в какие-то моменты у них звезды станут нормально и они хотят но они уже и не могут вот что уже этого таланта не видно они даже ситуации анализируют неправильно принимают неправильные решения на поле и того-то думаешь но неужели это футболист талантливый почему мы думали о нем его всегда считали талантливым по нескольким взять нарезки какие-то сделать с тех ходов которые не предпринимают то это не то что талантливый это человек который ну просто другой планет талантливый человек и он должен выйти одним эпизодом показать все это талант это футболист трудно сказать не надо конечно же наверное посмотреть игру тогда я бы вам точнее ответил потому что в целом хочется так смотреть целостную картиру картину они выделять какие-то отрезки там 15 минут мне сложно сказать я могу сказать что в целом так выделя что начали мы неплохо да и но какой отрезок я одну так бы сейчас воздержался надо просто более глубок после более глубокого анализа тогда можно ответить я вам еще раз говорю мне это вечера задавали вот этого не по моему мнение я вас не хочу обидеть ничего вы праве задавать любые вопросы правильно потому что у вас такая работа я должен отвечать на эти вопросы или сказать не ну совсем не могу я просто вам объясняю что результаты товарищем они не могут могут быть опять же ими можно расстраиваться когда понятно ты играешь тебя везут ну просто без без шансов везут проигрываешь ничего нету тогда понятно да тут этот результат он как бы соответствует тому что ты на данный момент ну мало чего там умеешь с команды но когда это результаты складываются так что где-то там равная игра там какие-то но и мне даже стыдно сейчас говорить каких-то судейских ошибках потому что вы меня кто-то может меня не понять но у нас реально в несколько игр просто так случилось но они просто были сорваны вот этот сорваны потому что ну знаете как-то на сборах судьи там не квалифицированные все такое не то что мы там такие в порядке а судьи все плохие но вот так знаете например если судья подымает 20 раз флажок мы много наигрываем там проникающих передач люди туда врывается это все на тоненького там защитник нужно передачи отрезать все а судья но если они квалифицированы кажется что это не игры он подымает 20 раз за игру мне игры но можно играть футбол но не только это до результат дальше мы же не боремся за очки ну что когда есть вот игра мы понимаем очки тут все прежде всего мы тогда делаем правильные замены мы все сразу ну не позволяем никому там что-то никого не наигрываем так искусственно а там мы просто мы до игры знаем эти люди должны сыграть столько 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 времени все и как и за ошибутся ну что сделаешь на же ним не важно как мы там сыграем нам важно натренировать людей так что результат конечно он всегда важен потому что всегда при надо выигрывать всегда это спорта спорте нужно быть первым или не надо никем так что он не скажу что мы обращаем на него внимание но мы четко анализируем как это все произошло конкретная игра и в этот этот результат и от этого думаем расстраиваться или лучше работать последний вопрос сегодня Одесса встречала черноморец дома с радостью как вы считаете хватит этой поддержки на двухнедельный марафон ну я вообще по Одессе вообще что у нас тут происходит на станете я как-то даже уже сейчас и не представляю что у нас здесь плохо ну что начинается вот как мы приезжаем вот едем на игру как люди там уже всякими огнями там все они это там но действительно понимаешь что ну что-то людьми движет от что может двигать людьми а значит они это реально любят значит они мы им должны ответить такой же такой же какой-то подчеркивание уважения к ним что мы делаем все все как бы одно дело и ну у нас на стадионе вот как стадион вообще какая у нас здесь среда мы должны выигрывать всегда вечно и нет у нас мы обречены на это